Шауа Тов, дорогие друзья, добрый день, хорошей недели. У нас новая недельная глава, называется она Мишпатим. Наши мудрецы переводят это слово как законы. Мишпатим это законы, которые мы можем понять смысл этих заповедей. Есть законы, которые выше нашего понимания, они называются хукин. То, что выше нашего понимания, мы когда-то будем рассматривать, это, допустим, закон о одежде, которая не может быть и смешанной ткани, и шерсти, и льна. Или закон о рыжей корове, очень закон непонятный, почему так работает. Или там закон не паши на быке и осле вместе взятых. А Мишпати мы можем понять. Есть еще и дуод, называется праздники. Законы о праздниках. Глава Мишпати им говорит. Вот законы, которые ты разносишь им. Если купишь раба еврея, то 6 лет он будет жить у тебя, а в 7-й год выйдет. Если была у нее жена, выйдет и жена вместе с ним. Со своей семьей он уходит, с женой, с детьми, все хорошо. И теперь такая ситуация. Если хозяин даст ему жену, и она родит ему детей, то, когда он будет уходить из рабства, то жена и дети оставятся собственностью хозяина. Вот такой удивительный закон. Что происходит, если человек что-то украл? Допустим, украл дорогое животное, такое как бык. Украл быка, значит, ты должен вернуть 5 быков. Если успели его найти живым, у тебя это быка, вернешь двойную стоимость и все. Но бык дорогое животное. Он нуждался, украл его. И теперь, как вернуть такую огромную стоимость, 5 быков? Тюрем у нас в Торе нет. Значит, его надо поместить куда? В хорошую семью, соблюдающую еврейскую. Чтобы он там жил по законам Торы. Воспитывался по законам Торы. И менял свое поведение. И пришел к хорошему образу жизни праведного. Как должен хозяин поступать с рабом? Хозяин ест белый хлеб. Он не может дать рабу черный хлеб. Хозяин спит на перине. Он не может раба поселить на соломе. Если хозяин пьет старое вино, он не может рабу дать молодое вино. То есть, непонятно, кого еще он себе берет, хозяин. Или раба, или хозяина себе нашел нового. То есть, он помещает его в прекрасные условия. Человек начинает соблюдать праздники, все субботы, все в этом доме. Работает с хозяином. То есть, все хорошо. Хозяин должен заботиться о нем, о его семье. Теперь так. Значит, в каком случае он имеет право дать ему еще к наанейскую рабыню в жены? Это не просто кого-то подсунул переспать. Это именно, это ему жена будет. Гражданская как бы жена. И если у человека есть уже жена, с которой он пришел, еврейская жена, тогда он имеет право дать ему к наанейскую рабыню. Если у него нет еврейской жены, хозяин не имеет права так поступить. Теперь он говорит, я не хочу уходить из такого рабства. Я нуждался. Я вынужден был воровать. Нечем было семью свою задержать. А теперь тут у меня все хорошо. У меня была одна жена, стало две. У меня были мои демни, еще дети есть хорошие. У меня теперь все полностью есть. Я люблю своего хозяина, я люблю свою жену. Чего это я уйду? Я не хочу уходить, я буду в таком рабстве жить. Ему нравится, зачем оно надо? Всевышний говорит, но вы же рабы только мои. Потому что твое ухо слышало на горе Синай, что вы рабы всесильному. И не надо стараться быть рабом человека. Он говорит, нет, все равно настаиваю, я не хочу уходить из того рабства, мне тут хорошо, не уйду. Что делает тогда хозяин? Он не имеет права его оставить. По-любому. Он должен идти в суд. Идет в суд, и судья рассматривает это дело. И говорит, объясняет ему, говорит, все законы, что ты должен стремиться быть свободным человеком. Он говорит, нет, только хочу здесь остаться. Тогда хозяин просит, пусть остается. Условие такое, что его ухо слышало на горе Синай. Все в заповеди слышало, все знает. Теперь ему стыдно, он проколет ему ухо в сторону косяка двери. И теперь он будет рабом навеки. Что значит навеки? До юбилейного года. У нас каждый 50-й год является юбилейным. То есть, когда мы зашли в страну Кнаан, мы там пробыли 14 лет, воевали. Потом начался раздел страны. И от этой даты начинается отсчет. Каждый седьмой год, субботний год, год Шмиты. Каждый 50-й год, юбилейный. Вот если юбилейный год наступит, он по-любому вылетит до этого рабства. То есть, может, юбилейный год следующий, он в следующем году вылетит. Рим, еще ждать будет 49 лет, потом вылетит. В общем, вот такая ситуация. Вот. И эта жена, Кнаанейская рабыня, ее дети никак не могут выйти с ним. Вот такой вот удивительный закон. На сегодняшний день невозможно это все. Никаких еврейских рабов невозможно. Никаких еврейских рабов невозможно. Этого. Сегодня этого нет. Но закон Торы мы должны знать. Вот так. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Берта Бат-Исраэль, Павел Бен-Эфим, Сумил Бен-Герш, Памяки Ури Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, Яков Бен-Нахум, Владимир Бен-Григорий, За здоровье Светлана Бат-Клара, Шумон Бен-Эцхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Первая Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Эфим Бен-Эстер, Двойра Бат-Миря, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Войра, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берт, Евгений Бен-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен-Элена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен-Сара, Тали Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен-Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосиф Бен-Рахель, Шимон Бен-Мира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен-Нина, Ира Бат-Вера, Леон Берклара, Рафаэль Бен-Клара, Хана Цепора Бат-Сара, Ида Бен-Хая Абива, Ефим Бен-Соня, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен-Ольга, Гая Бат-Вадим, Мазовый Борсас Гула, Ирина Батури, Арон Ребен-Ри, Зарошедух Арон Ребен-Двой, Радис Бен-Ахум Абигаль Бат-Сара, Хана Бат-Аврагам, Рафаэль Рилей Бен-Лариса, Параса и Брюд, Лагира Бен-Рая, Моша Бен-Маня, Марина Бат-Рая, Анна Бат-Александра, Борис Бен-Марина, Алексей Бен-Наталья, Всего хорошего, Олегу Марсенко, Всем браха, праса, Каванам Мазов, То, что мы это время не грешили, Читали Тору, Всем всего самого наилучшего, Всем желаю крепчайшего здоровья, И до следующих встреч, Пусть закончится скоро эта страшная война. Надеюсь, Следующий наш рок состоится завтра в 15 часов. Салом!